В одном из отдаленных населенных пунктов Самаркандской области, селении Султанабад Пахтачийского района, живет удивительная бабушка. Жители села ее ласково называют Эльзауна. Ее дом всегда открыт для гостей. С Эльзой Петровной можно подолгу говорить на разные темы, почитать различную литературу, обучиться нужному ремеслу декоративной вышивки и просто полюбоваться на ее работы в домашней галерее, которая сочетает в себе шедевры узбекского и русского народного прикладного искусства. Эльзауна – одна из почитаемых и уважаемых жителей нашей Махали. Несмотря на преклонные годы, она шьет картины Сюзанны, создает красивые цветы. Очень счастливая семья. Обучает детей, внуков. Мы ее часто приглашаем на различные мероприятия, проводимые в нашей Махале, школах, колледжах. Она помогает нам в их оформлении. Она очень счастливая женщина. Приехав издалека, продолжает традицию узбекского народно-прикладного искусства кашидачилик. Будучи уроженкой Пермской области Российской Федерации, она попала сюда в 20-летнем возрасте. Молодую невесту свой родной дом привез ее супруг Тошмурот Халмурадов, проходивший службу в тех краях. Муж у меня в армии служил. Они в Белоруссии служили, но весь полк или весь этот, допустим, батальон приехали на заработки, наверное, приехали в наш поселок, где спромхоз работали они там. И вот как-то так получилось. В кино же ходили. В кино рядом сидели и получилось, что познакомились так. Через месяц поженились. И сюда меня 20-летний он привез. Я же во время войны родилась. Холод и голод, и все видели бы, да? И мне хотелось в такой климат, в такие места попасть на юг. Все меня хорошо приняли. Я до сих пор рада тому, что я здесь живу, что меня окружают такие хорошие люди. Поначалу приходилось осваивать новый для себя быт, изучать местные традиции и обычаи. Спустя 3-4 года после приезда Эльза Петровна могла уже свободно говорить на узбекском языке. Я уже старалась запоминать. В течение года уже основные знала слова. И где-то 3-4 года потом я уже адаптировалась. Я хорошо, теперь уже я полностью могу общаться. Я даже и газеты могу прочитать, допустим. Но, правда, сейчас латынь. Наша героиня 30 лет проработала в сельском магазине продавщицей. Выйдя на пенсию, полностью отдала себя любимому творчеству – вышивке картин. Не имея художественного образования, Эльза Петровна, без предварительного эскиза при помощи иглы и ниток, Мулине создает великолепные сюжетные картины на ткани. В основном она старается отобразить свои детские воспоминания – природу родного села Пермской области. Бабушка передает тот мир, в котором не человек главенствует над природой, а природа над ним. Это яркая и звонкая весна журчанием ручьев и пением птиц, теплые ливни и жаркое солнце в сочных красках лета. Хоровод листьев самых разных оттенков, подгоняемых теплым ветром, кружится в вальсе бабьего лета. Это букеты пылающих маков и сирене. Разнообразие оттенков полевых цветов позволяет отображать большой спектр эмоций. Это у нас прямо в поле растут. Анютины глазки называются по-местному. Все работы бабушка подписывает своими инициалами – ПЭП, по девичьей фамилии Левина Эльза Петровна. Их она дарит родным и близким. Несколько раз выставляла на различных конкурсах, воспоминания о которых до сих пор греют ее душу. У Эльзы Петровны шестеро детей. Традиции народного прикладного искусства продолжают старшая дочь Светлана и внучка Зарина. В основном мы вышиваем Сузанну, потом подушку вышиваем, картины вышиваем. Еще делаем искусственные цветы, на заказ делаем. Две невестки, они тоже научились вышивать. Искусственные цветы делают, светильники. Мы любим читать книги. Очень хорошая семья у нас. Свои 82 года бабушка Эльза не сидит без дела. Ухаживает за своим супругом, занимается домашними делами, много читает и пишет картины, где вместо кисти – иголка. А главное – не забывает обучить секретам своего мастерства местную молодежь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok